Последнее занятие мини-циклы. И сегодня мы будем возиться с телом человека. Тело человека, как конструктор. Вот попробовали применить к нашему с вами тему все то, что мы делали далеко. Все то, знаем. Первая наша игра была такая. Все мы, абсолютно все здесь присутствующие, в свое время прошли такую сбоку по принципу конструктора. Жизнь каждого из здесь присутствующих, с чего началась? С момента рождения? Нет. А с какого момента? С момента оплодотворения. С момента оплодотворения, конечно. Вот когда сливаются ракетинские половые клетки, папина клетка, называется пермотозой, несет наследственную информацию от кого? От отца. Мамина клетка, называется яйцеплет. Несет наследственную информацию от кого? От матери. Хорошо взяли ядра. А информация наследственная записана на ДНК, которая находится в бедре. Произошло оплодотворение. Две программы перемешались. Скажите, пожалуйста, обязательно ли у папы и у мамы одинаковую форму носа? Нет. Нет. Одинаковая форма глаза? Нет. Совпадающая группа крови? Нет. А вот у этой клетки что произойдет с папинами и маминами вариантами программы. Они-то их дошлились. Подскажите, до этого момента хоть одна живая клетка на нашей планете с подобной программой была или нет? Нет. Нет, не было. И сколько бы ни существовала Земля, ни одной клетки с точно подобными вариантами не будет. Так, слишком их много. Разных вариантов. Не хватит времени существования не только человека, Вселенной. Все время существования Вселенной недостаточно для точного повторения вот такой программы еще один раз. Хорошо. Чья это клетка? Нужно ли сказать, что это папина клетка? Нет. Нельзя. Что это мамина клетка? Нет. А чья? Нельзя. Наша. А это моя. А это первая клетка детеныша. Хорошо. Получили. Теперь дальше. Как из одной клетки, а все мы начинали с одной клетки, строится сложное тело, в котором нас и всяких внутренних органов, огромное количество частей тела. Это тело способно к самым разным действиям, которые будут называться физиологические процессы. Можно ли представить себя, что процесс такой происходит как-то сам собой? Ребята, сами собой, как старые русские пословицы, даже котят не рождаются. Если у вас есть некоторый сверхсложный процесс, то должна быть программа, описывающая построение этого процесса. А иначе? А иначе вы ничего не построите. Получится в результате просто комок из предок. И все. Без всяких органов, без всяких систем органов. Вопрос. А где программа-то? ДНК, где описано, как будем строить тело. На ДНК записано. Дело в том, что ДНК в качестве носителя информации обладает абсолютно, но совершенно неожиданными свойствами. Кстати, в прошлом году впервые была в научном мире произведена следующая акция, совершенно революционная. Но в ненаучных кругах, это прошло незаметно, потому что большинство людей просто не могут оценить смысл этого, была опубликована научная статья, которую передали не на обычных носителях информации в редакцию, не на флешке, не на диске, а передали информацию, записанную на ДНК. И автор этой работы в этой работе почитал одну простую вещь. Если в качестве носителя информации записывать ДНК, то всю информацию, которую человечество, все человечество производит за один год, это любая информация, все телепередачи, все компьютерные программы, все газетные статьи, все слова, которые сказали люди друг другу. Нужно будет три грамма носителя, чтобы записать годичный объем информации человечества. То есть, на самом деле, информационная способность ДНК сейчас пока просто не с чем сравнить. Почему так, и что такое принцип ДНК, но это уж совсем не тема нашей лекции. Важно, что в ядре записана действительно вся программа развития. А плюс к этому, действительно все программы построения всех клеток. Действительно все программы работы клеток. Действительно все программы составления из отдельных клеток, отдельных органов. Запись это хитрая. Дело в том, что далеко не все эти пункты записаны на ДНК. Здесь такая система. На ДНК записываются программы построения в определенных частях тела определенных, грубо говоря, химических сигналов. А дальше тот вариант программы, который будет читаться, зависит от того, какие клетки оказались вокруг интересующей нас клетки. Вот у нас есть вот эта клетка. Она нам интересна. Вокруг нее вот такие соседи. Да? Ни одна клетка никогда не читает всю программу. Это совершенно смерти подобное. Каждая клетка читает малюсенький кусочек, предназначенный лично для нее. Откуда клетка знает, какой кусочек выбрать? А вот по этим сигналам она ориентируется на то, кто ее сосед. Ага, у меня здесь такой сосед, такой сосед, такой сосед. Знаешь, я читаю вот этот кусочек программы. Да? А так вообще-то каждая клетка нашего тела, ядро каждой клетки, несет абсолютно ту же программу, да, то есть всю, 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 всю совокупность информации, которая была у благотворенной циклетки. Отсюда возникает такая дивная возможность. А как по-вашему? А вот эта благотворенная циклетка, она будет читать всю программу? Вот все динамы, которые там записаны? Нет. Нет. Подумайте, что глупо, если бы она стала читать программу, предназначенную для нервной клетки. Ребята, а нервные клетки не имеют права делиться. Хорошо, вот у вас, благотворенная циклетка, прочла программу нервной клетки, и что дальше? А если она не делится, что это значит на человеческом языке? Никто не родится. Он просто никакой детеныш не будет сформирован. Точно так же не имеет права делиться мышечной клетки. Не имеет права делиться клетки костя. Так что, на самом-то деле, да, благотворенная циклетка, конечно, не все читает. А только программа, связанная с делением. С другой стороны, подумаем, а что будет, если, допустим, клетка с ухожими, а? Так, решит почитать программу яйцеклетки. А там что записано в программах, которые для яйцеклетки? И для раннего эмбриона? Как делиться? Классно. И у вас предка сухожилия стала делиться. Предка и ее потомки, а сейчас посмотрим, смешной результат будет или нет. Ее потомки, точно копируя наследие сумасшедшей мамаши, вот такой предки, тоже делятся. В результате, что у вас на сухожилии начинает образовываться? Новое скопление клеток, которые вообще-то программы предусмотрены или нет? Как называется такое скопление клеток? Опухоль. А теперь, чем злокачественная опухоль отличается от незлокачественной? Как называется злокачественная опухоль? Рак. Танцер. Да бывает незлокачественная. Те, с которыми можно жить десятилетиями, и они, в общем-то, особо никому не мешают. А разница вот в чем. Вот есть у вас некоторые окон, клетки которого сошли с ума и стали делиться, хотя не должны этого делать. В этом случае, если это клетки соединительной ткани, будет расти опухоль, которая называется сапома. Если это клетки пигментных тканей, будет расти опухоль меланома. Ну и так далее. Мышечные ткани миома, раковые опухоли очень разные. Так вот, если эта компания, вот у нас мышцы, она вот так здесь сидит. Ясно, что иммунная система лучше объявить тревогу. Иммунная система умеет засекать проявления вот таких нарушителей. И клетки иммунной системы будут вот так пограниться, уничтожать делящиеся клетки. В результате опухоль достигла какого-то размера и стабилизировалась. То есть иммунитет не дает ей разрастаться. Вот это не излокачественная опухоль. С ней нужно очень лучше жить. Типичный пример жировики. Ну, ват, это ну. Может не очень эстетично выглядеть, но когда на голове у человека такая шерсть. Но никакого вреда здоровью это дело не принесет. Значительно хуже. Когда связи между этими клетками рыхлые, когда они не прочь не держатся друг за другом, а могут оторваться. В этом случае, хорошо, такая сумасшедшая клетка, да, оторвалась, куда попала. Кровеносный сосуд. Кто знает, где она остановится? Никто не знает. А ведь она продолжает делиться. В результате, да ладно заплатируют сосуды, но, слава богу, такое число запасных ходов в организме, как раз для кровеносных сосудов. Если бы этих запасных ходов не было, то люди старше сорока просто не выживали. Дело в том, что у всех представителей взрослых фракций здесь присутствующих наверняка гигантское количество тромбов. Не просто есть тромбы, а их очень много. Я не исключение. Почему не помираем? Сосуды ведь подзакуплены, оказывается. А есть входные пути. Называются они благоностомозы. В школьных учебниках их не проходят. Вообще-то наше тело очень надежно. Машина. Очень хорошо. В результате закупывали одну дорожку, расширяется анастомоз, и кровь-ток все-таки продолжается к одному пути. Здесь будет хуже. Хорошо. Такая пледка села. Где мы не знаем. Куда вы делитесь. Мало того, что она эту штуку закупливала, что в этом месте расти стало? Обухоль. Дочерняя обухоль. Вот она исходная обухоль, а вот она дочерняя. Как называется дочерняя обухоль при раке? Метастаза. Волокачественная обухоль определяется очень просто. Это обухоль, которая способна метастазировать, давать дочернюю. Через некоторое время дочерняя своей боль терять метастазы второго поколения. Чем дело хочется? Метастазированный до сих пор. Вот это необратимый процесс. До сих пор рак на метастазах в третьей стадии, терминальная стадия не умеет возиться. Ранней стадии тормозить умеет. Некоторая форма даже вылечивает умеет. Но если человек упустил начало процесса, дальше умеет. Потому что на самом деле каждая клетка должна читать в норме. Только тот кусочек генетической информации, который адресован есть. Хорошо. Отменили. Все предки у нас законопослушные, нарушителей нет. Все читают только то, что им надо. Что тогда будет строиться? А будет строиться следующий конструктор. Сначала яйцеприд поделится пополам. После этого очень быстро. Второе деление. Вот я рисую границу этого деления. В результате получим мы вот такое дело. Из какого количества клеток? Из четырех. Следующее деление пройдет вот так. Сколько клеточек будет? Восемь. Следующее деление 16. Следующее деление 32. Следующее 64 соответственно. Хорошо. Если мы берем такой комочек клеток, оказывается это не просто колобок. Это шарик. Полость внутри. Если сделать разрез через этот шарик, мы увидим вот такую картинку. Вот здесь полость. Кстати, не разрывая стенку, из этой полости на улицу выйти можно? Нет. Вот все такие замкнутые полости и будут называться полость тела. Такие полости, сквозь стенки которых, на улицу выйти нельзя. Вот это первичная полость тела. На этом это все клетки, из которых состоит этот шарик, абсолютно одинаковые. Они никак не отличаются, и разделения на ткани еще не произошло. Ну, для тех, кто любит всякие хитрые слова, эта стадия эмбриогенеза называется бласкула, бласкула. Такой шарик из одинаковых клеток, бласкула. А дальше начнется приинтереснейшая история. Скажите, пожалуйста, при оплодотворении, так сперматозоид проникает сразу сквозь все точки лица клетки или через какое-то одно определенное? Через одно. Через одно не может сразу везде проникнуть. Это может быть... Это очень совершенно случайно, заранее нельзя сказать, кому из этой команды атакует всегда команда сперматозоид. Кому повезло? Допустим, проникновение в этой точке прошло. Так? Все, ребята, важнейший этап. Наш конструктор получил установку того, где будет голова. Вот эта точка проникновения сперматозоида, это аретик. От этой зоны вот так вот очень быстро по мембранте клетки распространится молекулярный сигнал, говорящий, что точка проникновения здесь. В результате на противоположной стороне соберутся гранулы малопрозрачного вещества. Если смотреть под микроскопом, выглядит это хозяйство будет как не очень прозрачный полумесяц. Вот если сама клетка прозрачная, условно говоря, белая, то какого цвета будет этот полумесяц? Серый. Нет, он не совсем непрозрачный, он не очень прозрачный. Эта формация так и называется, серый полумесяц. Что получили? Клетка стала делиться. Скажите, пожалуйста, вещества серого полумесяца расходиться во все дочерние клетки будут в одинаковом количестве или нет? Нет. Первое деление всегда пройдет вот так. Слева и справа одинаковые или разные тоже? Одинаковые. Но при этом серый полумесяц остался с этой стороны. Вот здесь еще высокая концентрация, здесь средняя концентрация, а здесь? Нет. А здесь вопрос нет. Смотрим, а после вот этого деления, что произойдет? У нас крепкие, где высокая концентрация серого полумесяца, вот в этих частях средняя, здесь средняя, а вот здесь. Средняя. А следующее деление пройдет вот так. Смотрите, что оказывалось. Кормок у нас теперь имеет разные концентрации сигнальных веществ. Вот, ребята, вот это будущая сервисная сторона, а вот это будущая сторона. Так понятно, как оказались заданы координаты для дальнейшей взводки конструкторов за счет распределения веществ серого полумесяца. Классно. Значит, и теперь получили вот у глаз, вот это будущая крышная сторона, это цирральный пояс, а вот это спинная. Скажите, можно ли в этом случае выделить вот такую линию однако удаленную от двух полюсов на этой шерке? А как будет называться любая линия одинаково удаленная от полюсов? Допустим, на полусе. Горбалас. Горбалас. Классно. Горбалас можно выбирать экваку. Третья экваку примет на себя пункцию организации. Что она делает? Она посылает соседям сигнал. Я сам не куплю. Да? Значит, в ответ на этот сигнал все ее окружение начинает читать строго определенные гены, которые вот эти удаленные клетки не читают. а в результате начнется вещь, которая непрофессионалу представляет себе странную. Как по вашему, вот в вашем теле сейчас, клетки сидят на месте или ползают? Ага, то есть у вас клетки, из которых построены кусок черепа, переползают куда-нибудь к ноге. Или вот этот фрагмент мышцы отползают куда-нибудь к ноге. Нет, в общем-то, большинство клеток в наших телах все-таки фиксировано. Так? Но даже в возрастном состоянии есть клетки, которые сохраняют подвижность. Но я уж не говорю про клетки крови, там это правило. Так? Но клетки внутреннего слоя уже умеют перемещаться. Кто догадается, зачем это надо? Ну, чтобы когда египта рана, можно заинтересовать. Нет, здесь никакого помещения не надо. Ребят, вы поранились, у вас дырка в коже на всю жизнь остается? Нет. Ну, ясно, что сначала образуется трон, как просто затычка на дырку, а потом-то что произойдет? А оттуда там возьмутся клетки? И в полцами разбегаются. Ну, там-то процесс ведется сложнее, это будут, на самом деле, новые клетки. Наш организм умеет строить такую особую ткань специально для заплаты. Называется будет шрамовая ткань. Так что дырку то будут закупоривать как раз со временем шрамовая ткань. Ладно, хорошо получили. Те, которые сидят на экваторе, соседи включают ген, благодаря которым начинают двигаться. Они не теряют связи, друг с другом, все вместе поползли. Куда они ползут? Они ползут в лодку. Понятно, что это разрез шарика. Объемная модель будет какая? Представьте, что я взял в руку вот так резиновый меч. Самый простой детский резиновый меч. И испортил его ручку. Я взял его и проколол. А после стал нажимать кулаком вот с этой стороны. Одну руку выдерживаю меч, а с этой стороны нажимаю. Сквозь прокол воздух выходить может? А как будет меняться форма меча? Я на него нажимаю. Что на его поверхности будет появляться? Падина. Я ее продам. Вот она, падина, которая появляется. Просто сюда никто не давит клетки сами. клетки. Хорошо. Теперь я довел нажатие на мячик до конца. Все. Дальше я уперся. Скажите, пожалуйста, сколько слоев резины между этой ладонью и этим кулаком? Два. Тот слой, который всегда лежал на ладони и тот, который я промял. Согласны? Да. Хорошо. Вот чем кончится этот процесс. Обратите внимание, теперь стенка из скольких слоев клеток и в двух. Все, ребята, это важнейшая штука произошла. Родились два разных типа эмбриональной ткани, из которых будут строиться совершенно разные окна. Вот этот внешний слой, из него будут строиться сначала покровы, а потом нежные системы. Вот этот внутренний слой, те клетки, которые мигрируют, и которыми оказалось оклеено внутренняя полость. Так из них будет строиться сначала пищеварительная, а потом дыхательная система. Наши с вами легкие, бронхи, тросеи и все прочее. Но дело в том, что будет еще один фокус. Клеточки, которые, да, кстати, прежде чем трое фокус сказать, волки, это у меня было разрез, а теперь я делаю объемный рисунок. Как это все хозяйство выглядит? Такой дыряемый огурец. Это понятно? Сквозь это отверстие внутрь войти можно? Да. Ага, вот на этой схеме где это отверстие? Все понимают? Да. Вот он. Как по-вашему, а вот это, что за полость такая возникла? Является ли она, заполнена ли она клетками нашего тела или внешней средой? Внешней средой, конечно. Ну, посмотрите, вот она как формируется. Отсюда есть выход или нет выход на улицу? Есть. Из-за этого конечно есть. называется это хозяйство первичная кишка. Из нее как раз будет строиться пищеварительная система. А вот это отверстие первичный рот. Ну, рот отверстие, которое ведет в органы пищеварения. Понятно? Стеночка пока двухслойная, но скажите, пожалуйста, вот у нас у взрослых людей или у детей, что в данном случае одно и то же, вокруг ротового отверстия, вокруг нашего рта никаких подвижных складочек нет? Есть. Есть. Как называются губы? Губы называются. Отлично. Вот у этого отверстия, вот эта складка, которая окружает такое отверстие, тоже называются губы. При этом, поскольку уже есть спинная и брюшная сторона, она еще здесь определилась, можно выделить спинную губу и брюшную. Почему важно? А дело в том, что если клетка получает сигнал от соседей, я в серединке спинной губы, эта клетка в ответ на такой сигнал включает следующий блок программ, который у остальных клеток молчит. Что это за блок программ? Вот какой. Вот он разрез. Вот они два слоя. Так, вот эта клетка получила сигнал, что она в середине верхней губы. Она начинает делиться, и ее потомки продвигаются вот сюда. Какое место они занимают? Между двумя слоями. в результате по серединке спины снаружи не видно, потому что сверху закрыты внешним слоем. По серединке спины вот так начинают расти стержень из совершенно новеньких клеток. у них включена другая программа. Ребята, это клетки хорты. Первый орган, который формируется у всех позвоночных и у всех хортовых, это как раз орган. Центральная продольная ось. после того, как возникла хорта, на самом деле еще до завершения строения, так, ее клетки выделяют сигнальные вещества, которые адресованы только внешним слоем. Поэтому клетки того слоя, который оказался над хортом, включают очередной блок программы. На самом-то деле очень интересные и важные детали. Просто если мы в них с вами сейчас углубимся, мы никогда до взрослого состояния человека просто не дойдем. А хотелось бы от проблем взрослого тела дойти. Мы, конечно, сейчас с вами голодным по Европе не веземся. Кто, кстати, знает, как называется тот процесс, вот это складывание базового, базового, складывающаяся из, задача его, из одной клетки сконструировать многоклеточный организм. Так? Как называется организм на этом этапе развития, на этапе построения? Эмбрион. Процесс это называется эмбриогенез. На самом деле один из сложнейших и важнейших процессов биологии. Построение тела многоклеточного из одной единственной клетки. Хорошо. А дальше посмотрите, мы что получили? Мы получили такую капсулу с полостью внутри, вот полость есть коп и выход. На спинной стороне проходят корда и нервная труда. А дальше вещь совершенно неожиданная. Две такие группы многоклеточных животных. Первичная рота и вторичная рота. Придется пять минут этому делу посвятить, иначе очень многие вещи про нас с вами не поймете. Но такой первичный вопрос. Как по-вашему, у кого голова, настоящая голова, развита лучше? У мухи или у человека. Должно нас угорчить. У нас с вами настоящая голова просто неожиданная. У нас с вами есть вторичная голова. А сейчас поймете, что бы с нами было, если бы у нас была настоящая голова. Ряд неприятностей. В частности, отравлять себя пришлось бы слушать совершенно в другой позе. Ну просто совсем. Вот у нас двуслоенная тема, два слоя с полостью внутри и есть отверстие, ведущее в эту полость. А ну давайте, ни на что не похоже. Это кто? Оксидия, гидра, медуза, коралловый болит. Оксидия. Нет, это любой кишечный полостный. Этот уровень организации. Классно. А теперь давайте думать. Кишечный полостный обладает одной проблемой с строением пищеварительной системы. Дело в том, что нельзя наладить поэтапно обработку пищи. Пищеварительная трубка выгоднее, чем пищеварительная полость. Чтобы сделать пищеварительную трубку, что надо сделать? А надо вот здесь стенку ворвать. В результате получим не одно отверстие, которое ведет в зону пищеварения, а два. Одно будем эксплуатировать как входное, а второе как выходное. Теперь вся пища последовательно проходит никаких встречных потоков. Можно выводить поэтапную обработку пищи? Можно. Вполне эффективное переваривание пойдет. Классно. Давайте вернемся к программе многоклеточных происхождений. Мы собираемся прорывать отверстие артеричного рта. Вот это у нас будет педричный рот. А здесь прорывается отверстие артеричного рта. Варь рта. Первичный рот ну ту же самую актинию не могу вспоминать какие две противоположные функции совмещали. Чем он являлся? Кроме того, что было ротовое отверстие. Челанальное отверстие. То есть первичный рот это одновременно и рот и анус. Теперь прорваем второе отверстие. Теперь вроде все просто. Одно отверстие строго для входа, второе строго для рот. Так как будет строиться игра? Подавляющее большинство многокляточных животных ведут вполне простую логичную игру. Вот тело, сквозь которое теперь у нас проходит пищеварительная трубка, вот первичный рот. Оставляем за ним артовую пульсу. А вторичный рот у нас становится армус. Стороны рта мы с вами разбирались с тем что такое голова. Что надо ставить стороной рта? Во-первых, да, у нас конечно здесь органы чувств. А стему извлечения пищи надо ставить? Ведь мы собираемся через это ответ тебе пищу закидывать в тело. Не надо? Идея хорошая. И так ставим органы измельчающей пищи. Хорошо. Теперь навешиваем на обходительство органов движения которые могут быть самые разные и получаем конструкцию которая будет называться первично ротая. У первично ротых первичный рот сохраняет с собой в ротовую пицу. А вторичный превращается в арбуз. Вокус в том что мы с вами принадлежим к такой эстетской группе на самом деле очень малочисленной. в наших родичах прямых оказываются допустим морские звезды и морские ежи. У них амбриокинез идет по нашим сценариям. Когда вот так прорвают с полости то совершенно все равно какую функцию на себе оставят первичный рот. Ведь настоящей головы пока нет. Настоящей головы пока нет. Какая разница где мы лепить будем. Сторона этой дырки или страна этой дырки. Поэтому вторую команду как я уже сказал не многочисленную. Что происходит? А происходит потому что вот оно тело вот сквозь него идет круг пищеварительный вот первичный рот вот вторичный рот так вот противные функции он себя берет вторичный рот а первичный рот анально превращается в ламус в результате движение пища вот в эту сторону где будем ставить мозги и органы чувств стороны фодов пищеварительной системы классно пределываем органы движения получили вопрос есть ли у всех фодовых настоящая голова нет у нас ребятки вторичная глава а если вдруг неожиданно развилась первичная глава что бы с вами произошло где она должна находиться у человека в районе ануса вы сидеть смогли тогда поэтому я сказал что если бы сработала вот эта базовая программа то лекцию вам пришлось слушать другой позе так что сидеть было просто невозможно почему это важно на этом это дело в том что разобраться с дальнейшим эмбриокенезом можно только если учитывать что со стороны первичного рта у нас будет не голова а анус смотрим как дальше идут сигналы для сбок конструктора и так да кстати для тех кто интересуется всякими умными словами эмбриом вот знаете когда у него есть уже первичная кишка первичный рот когда стенка многослойная будет называться гастрома образовался у нас гастрома вот она стенка уже многослойная при этом со спиной стороны вот здесь развивается хорда посередине спины она горда и нервная трубка причем как по вашему нервная трубка будет развиваться одновременно по всей линии или нет а где начнет развиваться а начало где там где середина да где здесь мозг вот мы сейчас с вами разберемся как тело понимает где будем строить мозги имеется ввиду головной мозг да где первичный рост там начало строения нервной трубки вы совершенно сразу это нервная трубочка образуется здесь а дальше в какую сторону будет расти в какую сторону от этого места назад хорошо а теперь пару слов о том как она формируется попробуем представить себе поперечный разрез этого хозяйства здесь живот здесь спина сейчас я рисую вот такую вот кружочек разрез хода по серединке спинной части эмбриоты теперь хода посылают химические сигналы окружающим клеткам принять эти сигналы нормально могут только клетки внешнего сгора в результате где находятся предки которые меняют программу развития а вот здесь прямо на отходе и при изменении программы развития что они делают они ползут ползут каким образом а вот краешки из этого скопления приподнимаются а серединка остается на месте вот вот если это движение продолжится со временем как будет выглядеть вот этот участок спины края пластинки клеток которые дифференцируются над хурдой приподнимаются что произойдет именно так смотрите в окусах спины вот хорда вот пластинки края стали приподниматься а дальше они приподнимаются все выше все выше и выше на этом смотрите что произошло в какую форму приняли эти клетки сомкнулись а внутри полоски осталось осталось очень важная вещь и клетки внешнего слоя вот так вот смещаясь обрастают эту трубку с поверхностью ее не видно она не на поверхности хорошо в результате смотрите что должно произойти края нервной бороздки должны сомкнуться а теперь давайте подумаем я смотрю на ядреночку вот эту давайте я покрупнее нарисую чтобы всем было видно уж больно влажный этап понятно что это классно понятно там внутри по середине спиной стороны проходит хорда теперь сигнал пришел к поверхности клетки так допустим сейчас вы получили вот эти клетки и образовалась здесь нервная пластинка через час я смотрю что будет с краями нервной пластинки в этом месте края приподнялись вот здесь края приподнялись зато зона образования нервной пластинки осталась в этом месте куда продвинулись куда продвинулись куда продвинулись дальше откуда как в первичном рту или от первичного от первичного так классно хорошо еще через час смотрю что в этом месте с краями нервной пластинки они сошлись то есть здесь эти края сошлись здесь края сошлись или нет нет но они прибудут а вот в этом месте плоская нервная пластинка еще через час здесь края сошлись вот так здесь они приподнято а здесь плоская нервная пластинка а теперь посмотрите на это хозяйство на какой процесс очень вам знакомый на бытовом уровне на какой процесс это похоже у вас края поднимаются и сходятся и зона схождения краев продвигается от одной точки к другой точке а сейчас ну муну в руке застегивание муния разумеется муния застегивается в каком направлении а где у нас первичная рука от первичного рта вопрос где останется последнее отверстие сквозь которое можно войти вот в этот объем внутрь трубки где оно остается где оно окажется на стороне по отношению к первичному может противоположным вот это этот последний остаток входа в нервную трубку играть роль будет важнейшая называться он будет опять же для любителей хитрых слов нейрофор и это есть маркер головы именно в этом месте будет развиваться головной мозг а вся голова будет развиваться в том месте где начал развиваться головной мозг головной вот наш маркер головой возьмет ну и теперь можно уже бодро получили пока вот наше голову там внутри в ней область стенка непозволенная хорда нервная трубка в этой трубке был нейрофор значит здесь возникло расширение нервной трубке называется мозговой пузырь и мозговой пузыри начинает развиваться исключительно активно в результате в этом месте формируется полчатка на самом деле эта система из таких связанных между собой мозговых пузырей так а с противоположной стороны тела хорда и нервная трубка заработают манию величия пошли выдвигаться за пределы тела гастрол что получили непарную ногу нога позвоночных это классно причем нога растущая спиной стороны от ануса это дивная нога разумеется хорошо а дальше когда мы с вами разбирали самых простых подлогов фланцидничек помните какие у них мышцы были как расположены мышцы в теле фланцидника порциями дольками мышечными абсолютно так же на эмбрионе человека все остальные позвоночные принцип сборки остается ровно такой ничего не умерет такого уровня сложности что начинается клетки вот этой дольки которые находятся в начале полости тела получают сигнал что ребят вы такая особая долька давайте поделитесь как следует эти клетки начинают делиться активнее и возникает вот такой комод и клетки перед последней дольки вот здесь тоже получают сигнал что вы ребята особые да? догадайтесь что это произошло это закладки конечностей называться они будут почки конечностей при этом судьба развития почки первоначально это просто такие выступы ну миомера точнее самита с манией величия так? а потом а потом дифференцировочка пойдет каждый такой выступ разобьется на три участка вот так а в этих участках внутри кроме кровеносных сосудов и умашец начнут закладки стелета вопрос откуда они там возьмутся здесь она остановилась не в том месте что произойдет не так ну кровь по всему организму едет по всему но остановилась бы такая клетка просто случайным образом а у вас нормальный скелет не построится тогда как узнать где остальное а как клетки узнают какие программы вы включаете по соседям по соседям конечно то есть по концентрации сигнальных веществ которые выделяют окружающие клетки в той или иной части организма во всех частях организма это разное вещество вот такие информационные сигнальные поля складываются за счет изменения концентрации сигнальных веществ классно на этом вот это на этом вот это кишка у нас там внутри идет идет у нас выросла голова а в голове настоящая кишка истерина ведь голова вырастает как в мозгах первоначально в мозгах у нас кишки проходят вроде как нет поэтому начинается какая игра кишка вообще-то вот здесь закручивается на поверхности головы начинает расти ямка в какую сторону будет двигаться дно этой ямки в сторону начальной кишки как только она сюда доросла вот так все вот теперь у нас настоящее ртовое отверстие появилось ура так учтите кстати что к своему происхождению ртовая полость ничего общего стальной пищеварительной системы не имеет она развивается совершенно не так как вся остальная пищеварительная будете смеяться но ровно такая же история с самым последним участком дело в том что на этом этапе у вас первичный рот вот так зарастет выход закрылся в чем дело а здесь строится хвост не до выхода тем более что питание мы пока получим за счет желудка никакая реальная функция у кишечника пока не работает а дальше а дальше на поверхности тела начинает возникать ямка которая куда растет в сторону кишки так что не только вхл но и выход из пищеварительной системы имеет совершенно другое происхождение и построен он иначе и работает он иначе и регулируется он иначе чем вся остальная кишечная трупа а теперь на этом это вот только-только наниклись почки конечностей даже еще до начала развития почки конечностей по какой-то причине в окну ткани вот здесь на первом участке пищеварительной трубки и влево и вправо откроется щелебидное отверстие вот здесь что это такое только не жабры ребят две очень большая разница жабра и жаберное щель что в биологии называется жабрами как устроена любая жабра ребята это сеть кровеносных сосудов вывешенная во внешнюю среду это сетка кровеносных сосудов вывешенная на улицу позвоночная такие сетки вывешенные просто на улицу как допустим у горечицы червей вот за полчаса они просто на улице висят а у позвоночных как убраны в боковые щели в водке почему а более защищенное положение плюс к этому водка у водных организмов всегда прокачивает сквозь себя водку поэтому вентиляция обеспечена и защита обеспечена так вот жаберная щель это отверстие в боковых стенах в водке просто у позвоночных именно в эти отверстия свешиваются сами жабры то есть с тем кровеносным сосудом ребята а вы понимаете что это портрет каждого из вас вы именно так в свое время и выглядели кстати половина вашей длины на что приходилось на хвост на этот метод вам берем человек огромный хвост здорово и жаберная щель вот давайте смотрим по уходу эмбриогенеза начали с одной клетки потом возникло такое скопление клеток где все клетки одинаковые значит а ну мы это с вами говорили скопление многих клеток где все клетки одинаковые как называется колония то есть каждый из нас проходит одноклеточную стадию затем какую стадию колониальная а затем а затем конструкция оказывается страшно похожа на чью конструкцию медуза коралловый полип гастрола это же кишечный полосной по сути а затем а затем на ланцетника когда на спинной стороне вырастает доползный стержень хвоста и нервная трубка и появились жаберные щели а затем а затем возникли почки конечностей и пока они еще не суставные рыбы все детали пищеварительной системы по ходу трубки уже сложились а дальше что произойдет если человеческие детенки жаберные жаберные еще не зарастут но по клубке вот сюда полость тела продавится два кармана один слева а тишки второй справа кто это за карманы легкие почему именно два вы знаете по в основном плеонкологическим данным но по сравнительной заводе тоже на самом деле люди это еще изобретение в эволюции наземных животных рыб лансетников да нет ребят там ты делаешь туру целая группа рыб которые будут называться лопасти перы это обитатели водоемов очень богатых пищей но очень бедных кислородов изобретают вот такую систему дополнительного газоотмена воде кислородного да поскольку органы газоотмена жабры находятся в стенку клубки то от полки разрастаются выступы задача которых брать кислород не из воды а из воздуха да так что наземные позвоночные просто используют рыбные изобретения а почему два а не одно пробуем разрез тела рыбы позвоночник позвонки развиваются вокруг со спинной стороны идет спинной мозг который возник из нервной трубки мышцы спины самые сильные у всех позвоночных полость тела целом внутри полости тела подвешена кишка вот она подвешена кстати как по вашему возрасту состоянии кишка просто так свалена в полость тела и все или она там как-то закреплена вот представьте себе какой длины кстати кишечник у каждого здесь присутствует ой нет плохо размеры чтей тела у человека меряются не в сантиметрах не в метрах не в дециметрах а совершенно иначе как ответить какого размера сердце у всех здесь присутствующих ага функциональный пулак правый пулак у левшей левого дело в том что при развитой дефицации на лево и право правый рабочий пулак будет побольше слегка вот это размер сердца какой длины да такое дело пищеварительной системы 12-ти перстная кишка слышали а почему я так называю вот я отмерил 8 пальцев а ты взял еще сколько получилось 12 вот длина моей личной 12-ти перстной кишки значит ли это что у всех здесь присутствующих а в сантиметрах она одинаковая нет хорошо а весь кишечник а весь кишечник вот как меряется я встал поднял руку и померил расстояние от пола до кончиков пальцев а после этого нарисовал окружность его диаметр окружности так вот если диаметр это мой рост с поднятой рукой то длина окружности это пленок кишечника для того чтобы точно померить надо взять половину диаметра радиус и умножить на 2 пин то есть на коэффициент 6,28 в результате получили порядка 7 метров 7 метров трубки у взрослого человека засунут его под камеру а теперь представьте что на физкультуре вы делаете два кувырка ага если тишка не закреплена что с ней происходит а если что над узлами завязывается она же так петлями лежит да а если вы кувыркаетесь направление действия силы тяжести меняется петля заворачивается за петлю здравствуй завод тишок знание понятно что ситуация не самая лучшая поэтому кишка внутри полости конечно закреплена закреплена она на двух переполнечках одна переполнка идет со спинной стороны полости тяга поднимается с брюшной стороны вот это на стенках первых называются такие переполнки брюшейки на них подвешена кишечная кровь и они повторяют всю форму петелькишечника поэтому рыться в брюшной полости у позвоночных это отдельная история значит вся чургия брюшной полости очень сложная это грудная полость простая логичная там всего по сути два органа проводящие пути в грудной полости у нас только легкие сердца точка ну и плюс транзитные трубы крупнейшие кровеносные сосуды крупнейшие лимфатические кстати лимфатические вообще в стенки тела пойдет пищевол там идет трахея проводящая а вот в брюшной полости все страшно накручено там возиться очень сложно хорошо теперь возвращаемся к одному непарному легкому как его будет ставить вот здесь хорошо поставил вот здесь значит существо у нас волное смотрите какую неприятность мы получили у нас легкое поплавок ясно он же воздух не затрону что будет с таким зверем а его наоборот перевернят сразу вот для того чтобы не терять устойчивость в воде как надо разместить по хлопке симметрично вот да а один большой посередине а что ему не даст посередине находиться обрыжевик ему не даст там место завито там подвеска пешки идет да попробуйте чуть по-другому сформулировать вопрос боюсь что у вас не до конца то есть вместо двух вот этих ноколей четыре сделать а умножение ребят почти наверняка в свое время возникают такие системы почти наверняка ровно так же как наша с вами пятипалла конечности а пятипалла она в архетипе то есть в общем плане у всех наземных позвоночных она возникла далеко не сразу карбоне в каменно-угольном периоде хорошо известная и трех пола амфибия вот которые отрабатывали вот такую полную лопу и семи полы был семи полы но в конечном итоге оптимальным оказался пяти полы скажите пожалуйста кто решает кто будет отделять оптимальный вариант от менее удачного естественно отбор стратегия это очень простая как принимается решение да никто этого решения не принимает просто обладатель более удачного варианта с большей вероятностью выжил а значит в следующем поколении дети какие родятся обладающие менее удачным вариантом вот и все при этом учтите что естественно отбор не может работать так сказать за год заблоковременно он так не умеет ведь отбираются те кто выживает сейчас здесь сейчас так поэтому никакого там стремления к совершенству представить себе против эволюции невозможно абсолютно некому стремиться просто механизм такого нет